Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, PandosFX, я, как обычно, в компании своих любимых котиков, и у меня сегодня прекраснейшее настроение. И как вы думаете, почему? Потому что, по факту, наверное, это мой лучший покопилинг за всю EFC24, я не знаю, как я ролик назову, возможно, спойлеры вы какие-то уже схавали, но просто имейте в виду, друзья, это было что-то невероятное. В общем-то, дела сложились так, что на этой неделе времени совсем не было, у меня были очень важные дела. И я своему бустеру написал, алё, братан, сможешь три аккаунта сбегать? Он пробежал все три аккаунта на 19 побед, просто кибермашина. Так вот, собственно, увидите сегодня награды на трёх аккаунт за 19 побед. И, кстати, геймплейчика давно не было, в последнее время много пакетиков открываю, если этот ролик оперативно наберёт 6000 лукасов, то геймплейный видеоролик выйдет следующим на этом канале. Ну и перед тем, друзья, как мы продолжим, естественно, хочется напомнить вам, моих спонсоров, это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик, у них на сайте можете найти множество спортивных дисциплин, у них есть удобнейшее мобильное приложение, и самое главное, не забывайте про промо-акцию 2024. Все подробности в закреплённом комментарии. А если вам нужны, друзья, монетки, бусты, игры, подписочки, всё, что душе угодно, у меня есть личный сайт, на котором вы можете всё это приобрести, тем более в наше время, когда тотцы вовсю падают, бусты, я думаю, многим необходимы. Вся подробная информация в описании. Вандишка поймаешь. Да, я плашку даже сегодня подготовил, вот такую вот, оп. Так что сегодня план минимум, это поймает либо Ван Дейка, либо Холланда. Ну, бля, камон, три аккаунта на 19. Я, кстати, одного топчика уже выловил. Как обычно, ни на запись, сидя, почёсывая задницу, извините за подробности, ни на что не надеясь, ни во что не веря, мне упал один молодой человек. Вот такой вот. Короче, вчера собрал какой-то пак вышел в СБЧ, то ли 6, то ли 7 игроков АПЛ. Саналду мне дропнулся. Так что, вот такая вот у меня основа в целом. Составчик выглядит грандиозно на этом аккаунте, но там есть карточки, которые мне можно и улучшить. Ладно, всё, поехали. У меня специальная плашка подготовлена под это мероприятие. Оп. Первая карта, 88 физуха, это Откинс. Эээ, Вайт, понятно. Пока что два говнаря из двух. Третья, ё-моё, что это? Иступьян. Короче, одни и те же сейчас будут, блядь, вылазить. Габриэль. Вот это пик мечты. Прикиньте, сейчас каждый пик такой будет. Так, это что-то новое. Или нет? Или да? Вот это салиба, кажется. Ну, хорошо. Задача минимум выполнена. У нас есть хороший ЦЗшник, у него отличные таланты. Енот, перехват, подкат. Ну, а хочется я не на него. Эступиан, понятно. Это Габриэль. Четвёртый. Это Алисон. И пятый. О, это что-то новое, кстати. Ребята. Ну, блядь, Макалестер. Ё-моё. Ну, типа, окей. Но это явно не то, что я хотел. Блядь, и третий пик. Ну, камон. Это опять, блядь, Уоткинс. Как ты заимел? Это опять, блядь, Вайт. Эступиан. Четвёртая. Габриэль. И давайте Алисон. А, нет, это не Алисон. Это у нас... Блядь, какой тильт, ребята. Ну, какой тильт, нахрен. Что это такое? Что это за ужас? За 19 побед, блядь. Нормально вообще? 5.85 продаваемых. Спасибо. Деус Бурихол. Так, 2.87 продаваемых. Теперь кто ты? Руссо. Ставлю предикшн, что это будет Алисон, Уоткинс и какой-нибудь Иступиан. Алисон сейчас такой выйдет, скажет, здравствуйте. Нет, Макалестер. Прекрасно, прекрасно. Один Салиба с 19 побед. Добро пожаловать в основу. Так, всё, собрали кумира на этом аккаунте. Ни во что не верю, ничего не жду. Вау. Вот это дроп, друзья. Всё, с этого аккаунта доливаем. Какой красавец закинул кровь. Смотрите, оп. И на. Красота. На. Как игра это всё генерирует, блядь. Просто, да. Кровь у ваху. Просто. Кровь, кровь просто охуел от происходящего, блядь. Кассилиаса лицо, конечно, да, такое. Ему неприятно стало в моменте, кажется, от произошедшего. Мало того, что ещё такой гол забили, так ещё и дали вот. Всё, друзья, мы на втором аккаунте. Кровь плюс Кантона. Поехали и здесь открывать. Также 19 побед. Один из пяти. В качестве плашки выезжают ребята, которых я бы хотел видеть. Оп. Let's go. Первая карта. 94. Подождите. Это что у нас? 97 защита? Да ну нахрен. А-ха-ха-ха! Ван Дейк! Сюда, блядь! Ебать! Ребята! Я знал! Я чувствовал, блядь! Я чувствовал! Вандишка поймаешь. Да, я плашку даже сегодня подготовил. Вот такую вот. Оп! Ебать! Я ещё забыл, что у него 97 деф. Вот оно, ребята! Не зря. Всё было не зря. Кто пиздил на 19 побед, блядь? Ван Диджи Кей! Вау! Это ЦЗ до конца игры, блядь! Охуеть! Блядь! По сути, дороже него кто? Холланд и всё? Да, этот лакерный аккаунт, пацаны. Не тот, блядь, где у меня Тоти Месси. А вот этот вот лакерный аккаунт. Ну дальше кого-то бы не имеет смысла смотреть. Просто что за карта? Вы посмотрите, все защитные таланты у неё имеются. Золотой енот. Золотое преследование. Ух, как он будет преследовать. Как он будет преследовать моих оппонентов. Первая карта Ван Дейк. Сразу же, просто на этот аккаунт зашёл из первого пика. Первая карта, это Ван Дейк. Дальше. Вообще похер. Это кто? Нкунку? Неинтересно. Так, это у нас... Блядь, Сон ещё, а можно в разных пиках? Можно, пожалуйста. И чё, и Диас! Что за пик? Что за пик? Диас! Сон! Ван Дейк! Ни одного Алисона! Чего? Можно в разные пики их запихнуть. Так. Ну, это... Это становится интересным, ребята. Я даже не знаю, радоваться или расстраиваться. Потому что сейчас весь свой лаг уйдёт на этот пик, блядь. Ах, как же хорошо, блядь. Нужен теперь Холланд, ребята. Это что такое? Это же тоже что-то хорошее. 75 физуха? А, нет, это Гарначо. Блядь, я ещё забыл, что такой типок имеется. Ну, 400 тысяч, тоже неплохо. Вторая карта. Так, ну вот и говнари поехали. Вайт. Третья карта, это Иступьян. Так, это у нас Габриэль и Алисон. А, нет, не Алисон. И МакАлиста. Ну, второй пик, скажем, чуточку похуже. Блядь, это опять этот Гарначо. Гарначо. В третьем пике Гарначо. Это у нас Иступиньян. О! Это что такое? Это что такое? Это ещё Родри! Что за награды? Что за награды? Ещё и Родри упал, охренеть. Теперь просто сравните аккаунты. На прошлом прям дерьмо-дерьмничное. Тут каждый пик, это просто отвал кабины. Полтора миллиона монет, друзья. Полтора миллиона монет. Так, это МакАлистер. И... Что? Что ещё и Деса? Чего? А что брать? Не, ну эти пики просто охренеть. Это что такое вообще? Что это за фантастические пики? Тут надо ещё голову поломать, кого взять? Родри или Деса? Блядь, а кого брать? Тут нужна долгая аналитика. Так. Родри стоит полтора миллиона. Дес стоит чуточку дешевле. Какой сложный выбор, друзья. Я не знаю даже. Вы не подумайте, что я тяну просто, блядь. У меня реально головная боль. Я не знаю, блядь. Оба юбишей карты. Блядь, надеюсь, я не делаю ошибку. Всё, забрали Родри. Так, ну что, эти награды просто сумасшедшие, ребята. Ван Дейк, Родри и Гарначо. Хайверца можно поставить на ЛЗ. Вот такой вот вариант. Что за сквад, друзья, сумасшедшие? 5.85 продаваемых. Оп. Три ТОЦ АПЛ. Пожалуйста. Флаги. Бразилия. Пожалуйста. Продаваемый. Что-нибудь прикольное. Да ладно? Райс продаваемый. Ха-ха. Пацаны, ну это джекпот просто. Ещё и райс. Про. Продаваемый. Что за награды? Что за награды, друзья? Ну это прям вообще отвал в башке. Чуть такое. Чего с этим аккаунтом? Он прям подкручен. Это, наверное, моя самая дорогая карточка за последние тысячи лет. Слушайте, а тогда можно его продать и открыть пак за 750 тысяч, да? Когда вы такое видели, друзья? Я давно такого не видел, если честно. О, сразу же купили, друзья. Спасибо. Спасибо покупателю. Купили у меня райса. Но если что-нибудь подгонят, я буду счастлив. Как вам дроп, пацаны? Да. Прикольдесно. Ну, четыре тотса дали, но они все дубликаты. Бог дал, бог взял, как говорится. Мне райс упал. Ну, хотя бы какую-то часть бабок засейвили. Ну, пойдёмте кумиру соберём, блядь. Казалось бы. Куда мне ещё? Давайте. Открываем. Смотрим. Бесплашек. Без ничего. Хави. Так. Всё, наверное. На этом аккаунте мы заканчиваем представление. Тут и так дроп сумасшедший вышел. Третий аккаунт. Тот самый. Легендарный. Аккаунт. Тут состав, ну, по меркам предыдущих, прям такой себе. Но даже на нём. Мой бустер умудрился сделать 19 побед. Ну, что может быть лучше? Если только холланд упадёт. Давайте, поехали. Тут сразу нет какого-то грандиозного дропа. Чего здесь брать? Я даже не знаю. Все говнари. Кунку, наверное. Он самый дорогой. Так, второй пик, друзья. Первый, скажем честно, был неудачно. Открываем. Первая карта. Так, это что-то новое, кажется. Или нет? Или да? Или нет? Это какой-то ЦЗшник. Салиба. Ну, с ЦЗшниками у меня тут тоже не всё так хорошо было. Поэтому салиба это уже неплохо. Но это не то, чего мы ждём, да? Снова иступиян. Третья карточка Габриэль. Четвёртая карточка это Алисон. И пятая карточка... Ну, какой кошмар. Ужас. Ужас, ребят. Ну, типа, с натяжкой салиба, типа, окей, хорошо. Ну, пожалуйста, ну одного топчика дайте. Ну, на этом аккаунте вообще груз печаль опять. Самый бедный аккаунт по дропу в целом выдался вот таким вот. Ну, это совсем печально. Ну, вот как это работает? Просто вот есть три аккаунта, блядь. Три аккаунта. На одном, ну, просто капец как завезло. На остальных просто одно и то же. Одно и то же. Одно и то же. Ещё один алтимейт. О, тот с в алтимейте, ребята. Неужели? Ну, это из Лестера. Типок, это двойной. Ребята, только что сказал, что в алтимейтах ничего не падает. И кто это? Кто ты? Залем. Хотя бы продаваем. А ещё и героя увидели. Нихера себе, это что такое? Рисы. Давайте 5.85. Продаваем. И за драйером кто у нас? Ну, кунку. Ну, он кунку нам уже падал непродаваемый. Этот продаваемый. Так, 2.87. Алиса. Ну, спасибо, скажем и на этом. Три продаваемые тот с карточки АПЛ. Да, классические продаваемые тотсы, друзья. Так, три. Пика 85 плюс на чек. Давайте смотреть, что здесь вообще падает. Опа. А вот так вот. Малар тут падает. Кстати, на этом аккаунте это, наверное, не так уж и плохо. Возможно, даже затестирую. Второй пикетик открываем. Ой-ой-ой, какие рейтинги здесь падают, пацаны. И третий пик. Третий пик. А вот третий пик уже получился максимально классический. Ну ладно, хорошо. В целом я даже доволен. Ну и какие итоги, друзья, можно подвесить, друзья. Ванди Джекей. Я уже успел за него 5 матчей отыграть, но я думаю, вы не сильно удивитесь, если я скажу, что это лучшая карта защитника, за которую я играл. Родри, кстати, тоже вполне себе ничего. Гол и две голевые отдал. Гол, кстати, у него шикарный вышел. Посмотрите, после радуги. Как пульнул пауэршоты. Любимый талант мой. В целом у меня получается сразу три игрока с пауэршотами в составе. STN, Родри и Кройф. Жаль, конечно, что на каждом аккаунте не упала какая-то интересная карточка. То есть, по сути, у меня вот на этом одном аккаунте зафиксировалось самое лучшее, что я мог поймать. А на остальных двух как-то совсем печально вышло. Ну ладно. Ну и в конце этого видеоролика мне захотелось открыть еще один пак за 750 тысяч. Раз уж у меня тут райс упал, можно побаловать себя. Продаваемый, продаваемый набор с тотсиками. Давайте попробуем что-нибудь интересное поймать. Так как мне не хочется брать на себя такую большую ответственность, Честер сказал, что откроет пак для меня. Давай, братан. Продаваемый пак за 750 тысяч. Открываем. Синяя, естественно, есть. Бразилия, вратарь. А, это даже не вратарь. Ё-моё. Ну вот за ним сейчас вратарь и это стена, пацаны. Сейчас Алисон и это стена. Чувствую эту боль. Чувствую эту боль. Больно. Ужас, ужас, ребята. Зачем я это сделал? Как будто бы этих полутора миллиона у меня и не было. Все ушло на два пака. Ладно, друзья. В любом случае, дроп отлично. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Оставляйте указ и классные комментарии. А с вами был я, Пандос ФХ. Всем хорошего настроения. Чао, какао. Ну и респект ребятам, которые подписываются на меня на бусте. Вы посмотрите на эту морду. Взял и погрыз прям провод. Вы посмотрите. Прям зубы его видны на проводе. Это он типа таким образом намекает, что я больше не играл в игру. Субтитры сделал DimaTorzok.